В Комитет по национальной политике, культуре, религии и СМИ поступило сразу несколько вариантов текста. Депутаты подробно рассмотрели все версии и приняли решение доработать тексты обращений, чтобы к окончательному варианту документа не осталось вопросов. Оба текста этого обращения требуют доработки, они требуют, чтобы их совместили с оба текста данного соглашения. И я думаю, что и наши коллеги, и наши коллеги с администрации президента, а также с правительства, и эксперты в этой области, они поработают до понедельника. И в понедельник мы принесем именно тот балансированное обращение, которое мы будем отправлять в Государственную Думу Российской Федерации и в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. В ходе сессии депутаты внесли изменения в бюджет республики на 2019 год. Необходимость поправок обусловлена увеличением расходов бюджета по отдельным направлениям. Расходная часть государственного бюджета, уважаемые депутаты, предлагается увеличить на 10 миллионов 900 тысяч 730 рублей. И таким образом расходы бюджета возрастают до 9 миллиардов 815 миллионов 241 тысячи рублей. Депутаты проголосовали за создание постоянно действующей комиссии по сотрудничеству парламента Южной Осетии и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Утвердили списочный состав членов комиссии. Законодательный орган страны утвердил и положение Комитета по национальной политике, культуре, религии и СМИ. Сегодняшняя сессия была последней. Парламент уходит на летние каникулы до 2 сентября. Но за это время они будут встречаться со своими избирателями. Спикер парламента Лан Таттеев большую часть своего отпуска намерен провести на рабочем месте. Я как председатель парламента, наверное, буду на своем работе вместе. И, уважаемые депутаты, пожалуйста, можете обращаться по любым вопросам, которые требуют личного вмешательства. Или председатели комитета, если у вас, наверное, некоторые комитеты будут отозваны даже в отпуск, чтобы поработать уже до конца отпуска и чтобы снова после отпуска уже у нас конкретно было над чем работать. Зарина Кочиева, Сармат Гузитаев, информационный выпуск «Сегодня».